Утро на Елисея Поэтому мастерство видно в каждом движении метлы и лопаты. Послушав короткий инструктаж... Бери больше, кидай дальше и всё. Я приступил к работе. Зимой основная задача дворника – очистить придомовую территорию от снега. Убрать сугробы, отбить лёд и всё это подмести. Работает Нина Михайловна практически без выходных и даже без обеда. Утром вышла, и всё, я пока не упаду, как говорится. Не закончу, я не ухожу. А сколько часов можете вот так вот с лопатой, с метёлкой? Ну, бывает, когда много или листвы осенью, или снегу много. До пяти, до шести вечера я бываю. А со скольки? Ну, я поздновато, к восьми, к полседьмого выхожу. Мороз дворникам нипочём. Одеваются они тепло. А когда помахал лопатой несколько часов, так и вовсе становится жарко. Но есть другая беда – усталость. Может быть, со стороны работа дворника и кажется лёгкой, но на самом деле это большая физическая нагрузка. А Нине Михайловне 67 лет. Вот я, на самом деле, чуть-чуть помахал буквально, но ручки уже вот устают. Ну, это с непривычки. У нас тоже болят. Тоже болят? Болят. У меня это, намазу, таблетку допилать, болеющую и встала, утром пошла. Хороший настрой делает задачу легче. Оба! Ну вот, видите? Во! Вообще красота! Даже свой инвентарь женщина не выпускает из рук. Давайте я лопату даю. Да, ничего страшного. А то вдруг ещё что-то в руке не хватает. Жильцы Нину Михайловну уважают. Всегда здороваются и не скупятся на слова благодарности. Достаточно просто посмотреть, как выглядит двор, где работает пенсионерка, и сравнить с другими. Летом, весной и осенью такая же чистота. То, что она молодец, отличный дворник, это уже всем понятно, всем ясно. Но сколько же за такой труд и самоотдачу получает Нина Михайловна? Она четыре дома держала, четыре дома, 15 тысяч получила, а четыре. За четыре дома 15 тысяч? Да. Вот считайте. Вот сейчас она от двух отказалась, два осталось, наши и вот этот дом. Ну, считайте, наполовину меньше. Будет, ну, восемь максимум тысяч. И что? А смотрите, сколько убирать, снегом кучи. Восемь тысяч за ежедневный и многочасовой труд. Конечно, есть премии – 500 рублей. Насколько это соразмерно, судите не мне. Но много ли человек согласились бы на такую работу с такой оплатой? А наша героиня после очередного рабочего дня складывает инвентарь, идет домой в свою квартирку 9 квадратных метров, где ее встречает кот Маркиз, отдыхает и настраивается на то, что завтра снова рано вставать. О многом задумались Артем Долгаршиных и Константин Шубкин.